Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, позвольте также начать с вопроса. Больной раком яичника, high grade, третья С стадия, есть герминальная мутация БРК-1. После цитроредуктивной операции, оптимальной, необходимо назначить вариант интерперитениальный карбоплотин с паклитоксилом 6 циклов, внутривенный карбоплотин и плюс паклитоксилом 6 циклов, внутривенный карбоплотин по паклитоксилом 6 циклов плюс бевоцезумаб до 15 месяцев. Четвёртый вариант – гипертермическая интерперитениальная химиотерапия с последующей системной химиотерапией и карбоплотин по паклитоксилом 6 циклов плюс аллопарип. Ваши варианты ответов. Позвольте, я не буду комментировать, потому что эти вопросы возникнут в конце, после, может быть, доклада, и, может быть, у вас будут другие ответы. Второй вопрос. У больной раковоличника хайгрейт, третья С стадия, при диагностической лапароскопии обнаружен тотальный канцерматоз брюшины. С чего вы начнёте? Первичная расширенная комбинированная цитроредуктивная операция с последующей химиотерапией карбоплотин по паклитоксилу и бевоцезумаб. Неодювантная химиотерапия карбоплотин по паклитоксилу плюс бевоцезумаб 3 курса, интервальная операция и последующая химиотерапия и бевоцезумаб. И третий вариант. Неодювантная химиотерапия карбоплотин по паклитоксилу 3 курса, бевоцезумаба, интервальная операция и последующая терапия, химиотерапия карбоплотин по паклитоксилу плюс бевоцезумаб. Ваши ответы? Адельфе Дрэм, это голосование. Запустите, пожалуйста, голосование. Это на второй вопрос. Будьте добры. Ответы на второй вопрос. Второе голосование запустите, пожалуйста. Нет, это первое у вас идет еще. Это первый вопрос. Нам второе голосование нужно. Ну, давайте, так как они будут, может быть, в конце, если успеем, то повторим. Позвольте перейти к самому докладу, который будет основываться на консенсусной конференции, которая проходила в апреле 2018 года. Это консенсусная конференция экспертов ЭСМА и ЭСГО, Европейского общества онкогинекологов, которые рассматривали и биологию молекулярную, и морфологическую, а также ранние и поздние стадии и рецидивы рака и яичника. И так как тема сегодня, это вот 40 экспертов, которые, конечно, давали рекомендации. Так как сегодня акцент идет на лекарственную терапию, а в лечении рака и яичника это два краеугольных камня, это хирургия и лекарственная терапия, и при поздних стадиях и рецидивах как раз акцент идет больше на лекарственную терапию, поэтому позвольте остановиться как раз на лечении поздних стадий и рецидивных заболеваний. Но, как известно, когда проходят такие конференции, консенсусное заключение основывается на уровне доказательства, качестве доказательства и соответствующей рекомендации. Но первое, конечно, что отмечалось всеми, это 100%, что лечение больных рак и яичника поздних стадий особенно, это специализированный центр и должно проводиться мультидисциплинарной командой. И второй вопрос, который стоял, по хирургии при этих ситуациях. Полная циторедукция – это главный прогностический фактор и главная цель хирургии рака и яичника. Когда возможна полная циторедукция при распространенном раке яичника, с больной должны обсуждаться возможности именно первичной хирургии при распространенном процессе. И уточняющими моментами для решения вопроса, возможно ли выполнить оптимальную именно циторедукцию, являются лучевые методы КТ, ПЭТ-КТ, МРТ, или же это будет хорошее экспертное УЗИ в некоторых ситуациях, или же, возможно, даже диагностическая лапароскопия. Какие вопросы ещё возникают? Можно ли всегда сделать полную циторедукцию? Конечно же, нет. И вот ещё такой справочник, который был переведён на русский язык нашим обществом, онкогинекологам, тоже рекомендации европейские, когда, к сожалению, невозможно идти сразу на первичную циторедукцию, и здесь противопоказания, потому что вы просто не сделаете оптимальную циторедукцию. Здесь приведены противопоказания. Это диффузная глубокая инфильтрация брюджейки тонкой кишки, диффузное поражение глубокой инфильтрации желудка, инвазии чревного ствола, ну и так далее, те противопоказания, когда вы просто не сможете сделать, и нужно, по-видимому, отказаться от первичной циторедукции. О чём это основывается? Были исследования, которые говорили... Сейчас, извините, я вернусь. Когда решался вопрос, первичная циторедукция или неодевантная химиотерапия. Были два больших исследования, как известно, это исследования РТС и Хорос, которые пытались доказать, что неодевантная химиотерапия при поздних стадиях рака яичника, она удобна, хороша и может заменить первичную циторедукцию. И результаты этого исследования показали, что да, при распространенном процессе выполнение неодевантной химиотерапии позволяет чаще выполнить полную циторедукцию, меньше побочных проявлений, послеоперационных даже ниже летальность, казалось бы, выполнение уже тоже оптимальной циторедукции. Но вот на продолжительность жизни этих больных не сказалось. То есть результаты неодевантной химиотерапии с интервали циторедукции были такие же, как и в другом рукаве, где начинались первичные циторедукции, что вот в какой-то степени оправдывало настойчивое желание особенно немецких хирургов под руководством Андреса Дюбуа, которые говорят, что да, надо начинать с первичной циторедукции чуть ли не во всех случаях. Потому что именно только в том случае, если вы уверены, что сделать оптимальную циторедукцию. Если даже оставлен один сантиметр, вы видите эти кривые нижние, значительно ниже, там, где выполнена оптимальная циторедукция. Поэтому выбор, конечно, идет, когда мультидисциплинарная команда решает этот вопрос. С чего начать? Первичная циторедукция или неодевантная? Американцы тоже на позиции первичной циторедукции долго стояли. И наши московские коллеги тоже поддерживали эту тактику. Но в последние годы все-таки пришли к такому мнению, что да, есть место для неодевантной химиотерапии. И наша санкт-Петербургская школа, я считаю, что тоже на этой позиции стоит. Там, где невозможно сразу выполнить полную циторедукцию, это можно решить и при диагностической лапароскопии. Если недостаточно данных лучевой диагностики, есть смысл начать с диагностической лапароскопии и остановиться, и дальше провести неодевантную химиотерапию, а потом сделать расширенную комбинированную операцию. И только в том случае, если вы... Сейчас изменилась и хирургия, когда перитоноктомия можно сделать, то, если вы уверены, что это сделаете, то можно начать и перейти из лапароскопической операции в открытую и сделать обширную операцию. Следующий момент, который обсуждался на этой конференции, химиотерапия первой линии, которая стандартная, покрытоксил с карпоплотином, роль бевоцезумаба, какая в первой линии. И видите, заключение эксперта, что бевоцезумаб в дозировке 50 мг на килограмм или 7,5 мг, увеличивает беспрогрессивную выживаемость у больных в 3-4 стадии и должен рассматриваться как обязательная опция в дополнение к карпоплотину с пакритоксилом у больных с распространённым раком ящиков после циторедуктивной операции. Кроме того, даже возможно значение бевоцезумаба в неодеванте вместе с химиотерапией. Эта опция тоже может рассматриваться перед интервальным циторедуктивной операцией, хотя значительного преимущества видите, по уровню доказательства первому уровню не было получено. Но и опасение, которое может вызывать бевоцезумаб перед операцией, оправдывает тот тезис, что операция может быть выполнена в интервале после завершения бевоцезумаба через 4-6 недель. На чём это основывается? Видите, два исследования, хорошо известные ГОК-218, ГОК-7, которые показали, что при 3-й стадии, 3-й, 4-й стадии больных, которым в химиотерапии первой линии добавлялся бевоцезумаб, давали результаты выше, если это бевоцезумаб, то шёл в поддерживающих режиме. И особенно это было показано для больных как раз поднастически неблагоприятных. Там, где при циторедуктивной операции не удалось сделать полной циторедукции при 4-й стадии, вот у этих больных оказалось, даже был больше выгрыз, где назначалась дополнительно вот эта группа высокого риска прогрессирования, добавление именно к одевантной химиотерапии бевоцезумаба. И ещё вот то, что сказано было, и мы с осторожностью ранее относились и относимся и сейчас, назначение в неодеванте, если мы не начинаем с операции большого такого объёма, то, назначая неодевантную химиотерапию, возможно подключение к бевоцезумаба. На основании вот этого исследования НОВА, которое показало, что комбинация неодевантной химиотерапии с бевоцезумабом давала больший ответ, возможности выполнить больше с частотой оптимальную циторедукцию, хотя на беспрогрессивной выживаемости это не отразилось. И то, что опасения были в отношении возможных проявлений, побочных проявлений при назначении в неодеванте бевоцезумаба, оно существенно так не оказалось, к счастью. Следующий момент, который рассматривался, возможно ли использование еженедельных режимов химиотерапии после циторедуктивных операций при ракеичниках. Вот еженедельный вариант, который инициирован был японцами, с их результатами. Но, к сожалению, вот я покажу это на следующем слайде, по исследованию еженедельный вариант не увеличивает беспрогрессивную выживаемость больных раком яичника на популяции западных стран, европейских стран. Но режим еженедельный всё-таки может рассматриваться у больных, где есть необходимость изменить стандартную химиотерапию, улучшив где-то качество жизни более ослабленных больных, так как это вызывает меньшую токсичность. Но всё же еженедельный вариант не заменяет назначение дополнительно Бевоцезумаба. И всё же эксперты говорят о том, что да, всё-таки стандартом остаётся не еженедельный вариант, а трёхнедельный интервальный вариант с пакритокселом. Ну вот видите, вот как раз эти исследования, первое исследование японское, которое показало выигрыш еженедельный вариант химиотерапии первой линии, а вот остальные европейские исследования, итальянские, американские исследования, и они не показали выигрыша от такого рода еженедельной химиотерапии первой линии. Другой вопрос, который вставал, а вот есть ли место интерперитериальной химиотерапии и гипертермической химиотерапии при лечении первичного рака яичника. Помнится, несколько лет назад, десятилетний, может быть, это уже можно сказать, когда в восторге пришли химиотерапевты и сказали, вот ноу-хау имеет смысл больным, которым выполнена оптимальная циторедукция на основании одного из исследований последних американских, что после оптимальной циторедукции имеет смысл назначать не системную химиотерапию, а интерперитениальную. Это же поддержали наши московские коллеги после оптимальной циторедукции. Но вы видите, что решила консенсусная конференция. И красным выделено, что интерперитениальная химиотерапия не является стандартом первой линии для рака яичника. То же касается и гипертермической химиотерапии, это тоже не стандарт для больных раком яичника. На чем это основывается? На ЭСМО очень интересная была дискуссия, где ПРО и КОНТР выступали интерперитениальной химиотерапией. Итальянец из римской католической клиники Скарбия Джованни, он выступал за и приводил соответствующие исследования, ссылаясь и на колоректальный рак. Но в то же время в следующем выступавшие, Андрис Дебуа, пух и прах раскритиковал эти исследования. И даже касался и колоректального рака, где нет доказательства. Эффективность гипертермической химиотерапии. И это же говорил о тех исследованиях, которые касались интерперитениальной химиотерапии. Первое исследование было ГОК-172, которое как бы американцами было предложено. Однако, когда провели следующее исследование, подтверждение того, что интерперитениальная химиотерапия после оптимальной цитаредукции имеет смысл, добавили просто БЕВОЦИЗУБАП. И это исследование привело всех в шок, потому что результаты оказались одинаковые от интерперитениальной химиотерапии и от системной химиотерапии. И поэтому более дорогостоящую, неудобную форму интерперитениальной химиотерапии, на которую большее осложнение и отказ от лечения, фактически это стандартная химиотерапия. В Европе она не принята. И она остаётся чисто таким исследовательским направлением. То есть Европа не приняла эту интерперитениальную химиотерапию. То же самое касалось и ХАЙПЭКа, гипертермической химиотерапии в первичном лечении рака яичника. Вот это первое исследование. Хотя во втором исследовании какие-то положительные подвижки были отмечены, но очень категорично выступило, видите, общество европейских онкогинекологов на сегодня. Особенно, конечно, лидер, хирург Андреас Дебуа из Германии, которые отрицают такого рода лечение для больных раком яичников на сегодня. Следующий вопрос. А вот если это не больные хай-грейд, это основные больные наши раком яичника, а есть и лоу-грейд больные. Есть больные с муцинозным раком яичника. А вот этим больным есть какие-то изменения в тактике ведения? Потому что эти опухоли, они малочувствительны в химиотерапии. И вот для них даже неоптимально выполненная цитаредуктивная операция является спасительным вариантом. То есть для них важно, чтобы были убраны даже, ну и заведомо вы не сможете, может, что-то убрать, но постараться сделать объём хирургический у этих больных. Хотя в дальнейшем, конечно, стандартом для них остаётся паклитоксил с карбоплотином. Но ещё один момент для пограничных опухолей, которые, хотя чаще всего уже как лоу-грейд идут в третьей, четвёртой стадии, бывают такие ситуации, потому что сейчас стали осторожнее ставить уже опять пограничные опухоли, если это метастатические или децидивы, скорее рассматривать это лоу-грейд карцинома. То в этих ситуациях, помимо проведения, выполнения операции и проведения химиотерапии, на основании исследований работы Гершинсона на больные от второй до четвёртой стадии, этим больным они назначали антиэстрогенную терапию. То есть вот есть рекомендации этим больным в поддерживающем режиме затем назначать антиэстрогенную терапию. Имейте в виду при пограничных и лоу-грейд, если это рецидивирующие формы, что и бывает. То есть это могут быть и тамоксифен, и могут быть ингибиторы ароматазы. Следующий вопрос – это рецидивы. Как лечить рецидивы? Ну, во-первых, какая стратегия в мониторинге? Ну, известный момент, конечно, что мы определяем СЕИ-125, делаем УЗИ, дополнительные медвейсследования, чтобы подтвердить рецидив. Потому что на основании исследований, которые докладывал Растин в своё время, большое международное исследование, которое не показало выигрыша от раннего начала химиотерапии только по опухолю, по маркёрному рецидиву. То есть на сегодня химиотерапевты не возьмут на химиотерапию больных, если это не подтверждён лучевыми методами рецидив. Другой вопрос – а этот рецидив лечить химиотерапией или операцией? Есть ли место операции? Оказывается, да, место есть при рецидивах рака яичника. Если возможно выполнить полную циторедукцию, то имеет смысл этим больным с рецидивами платинно-чистительными, то есть более поздним, после 6 месяцев, даже где-то после 12 месяцев, скорее вот эти больные, могут быть кандидатами для хирургического вмешательства. Но при уверенности, что вы выполните полную циторедукцию. Значит, а в отношении хайпека, при рецидивах тоже, видите, красным, показывают, что не доказана польза от хайпека при хирургической вмешательстве, выполнении хайпека у этих больных. Ну и относительно палеоактивной хирургии это тоже остаётся в силе. Вот относительно хирургии, на чём основываются возможности хирургических вмешательств. Это больные, у которых имеется в виду, что они на первом этапе, им была выполнена оптимальная циторедукция. У них хороший эко-ког-статус, и если у них там нет выраженной такой ацетной формы, то есть относительно, и вы уверены, что вы сможете выполнить циторедуктивную полную циторедукцию. Вот это исследование рандомизировано, а в хирургии очень мало рандомизированных исследований, а вот больных отправляли от них на химиотерапию, а других подвергали хирургическому вмешательству. Это вот такая объединённая группа немецких центров провела исследование. Что она показала? Да, от хирургии есть выигрыш, и выигрыш есть в 7 месяцев по беспрогрессивной выживаемости. Но вы посмотрите, выигрыша не было там, где хирургия не была оптимальной. То есть идти заведомо, и вы не сможете сделать оптимальную циторедукцию, лучше не делайте этого, а проводите химиотерапию. То есть, видите, выигрыша нет. 14 и 13 месяцев беспрогрессивная выживаемость одинаковая у этих больных. Только если вы сделаете оптимальную циторедукцию, это будет благо для больной с последующей химиотерапией. И как должна интегрироваться таргетная терапия? Сейчас я уже буду заканчивать. Опять из таргетных препаратов вы видите, это Бевоцезумаб, как для платиночувствительных рецидивов, для платинорезистентных рецидивов. И видите, парпингибиторы, аллопарип, неропарип, рукопарип. И вот вы видите на этом слайде по Бевоцезумабу, по эти исследования, Оушен, ГОК-213, и Аурелия для платинорезистентных рецидивов, показало, что да, этим больным всем помимо химиотерапии платиновой в комбинации с неплатиновыми препаратами разными, обязательно добавлением фактически должен быть таргетный препарат Бевоцезумаб. Относительно парпингибиторов, да, это вы видите на основании исследования аллопарип, 19-е исследование, второй фазы, которая показала эффект именно больший для мутированных больных СБРК мутации. И сейчас уже и третья фаза, СОЛО-2, докладывается о выигрыше, добавлении аллопарипа. И относительно нейропарипа и рукопарипа, надо сказать, что здесь эффект есть и не только с мутациями, и без мутации, герминальный эффект от поддерживающей терапии парпингибиторами. И это касается и платинорезистентных рецидивов. Кроме того, на ЭСМО уже докладывалось на сегодня и СОЛО-1 исследование, где в первую линию был включён аллопарип, который дал выигрыш по беспрогрессивной выживаемости. И вот наш центр, Санкт-Петербургский онкологический диспансер, участвовал в этом исследовании, Алла Сергеевна. То есть вы видите, что есть, но пока это не входит в рекомендации, потому что это такие свежие данные, пока это только сообщение. И возвращаясь к нашим вопросам. Значит, больной аж третья стадия заболевания после оптимальной цитередукции. Какой вы выберете вариант лечения? Интерапиртониальная химиотерапия, системная химиотерапия, системная химиотерапия с добавлением биоцезумаба или гипертермическая химиотерапия или последний вариант с добавлением аллопариба химиотерапии. Какие ваши ответы? Запустите, пожалуйста, голосование еще раз. Есть у вас голосование? А? Хорошо. Это уже на второй вопрос. Значит, мы отвечаем на первый вопрос. Но вы видите, ответ звучит в стандартную химиотерапию, где химиотерапия первой линии, она может быть без биоцезумаба, потому что здесь выполнена оптимальная цитередукция. Мы говорим, что больше это при прогностически неблагоприятных ситуациях, когда не выполнена оптимальная цитередукция, четвертая стадия, там добавление биоцезумаба, хотя тоже имеет смысл и в этой ситуации добавить. Но аллопариб пока рано, в рекомендациях его еще пока нет. И второй вопрос. Второй вопрос. Там, где канцероматоз, с чего вы начнете с первичной цитередукции или с неодевантной химиотерапии с биоцезумабом или без биоцезумаба, третий вариант, интервальной хирургии, и с последующим продолжением химиотерапии без или с биоцезумабом. Какой, извините, какой ваш ответ? Андрей Фёдорович, разве что такое руками, потому что я понимаю, что не получается. Ну ладно, хорошо. Я думаю, что даже без рук не будем. Спасибо за внимание. Если есть вопрос. А правильно ответ скажите всем, озвучите. Нет, давайте проголосуем. С первичной цитередукцией вы начнете или с неодевантной химиотерапии, с неодевантной с биоцезумабом или вот неодевантная химиотерапия без без биоцезумаба, интервальной цитередукции. С последующей голосуете. Или первичной цитередукцией. Кто за первичную цитередукцию? Есть тотальный канцерматоз. С диафрагмой. Если, конечно, стриппинг, сделайте диафрагму, если вы критоноктомии сделаете, всё прочее. Или имеет смысл начать с неодевантной химиотерапии. Кто за неодевантную химиотерапию и теперь неодевантной с биоцезумабом? Ну, более осторожные не поднимали руку. Более смелые с биоцезумабом. Спасибо. Андрей Федорович, буквально секундочку, вам сейчас написали письмо, значит, это Валерия Саевец, это Челябинск. Добрый день, подскажите, пожалуйста, по каким данным после хирургического лечения установлено Н1? Вопрос. По каким данным после хирургического лечения установлено Н1? Где у этой больной? У какой больной? Где здесь Н1? Я думаю, что, наверное, у предыдущей больной. А? У предыдущей. У предыдущей больной. Но надо сказать, что, будьте давлены, первым, при распространённом раке яичника такое исследование Лайен проводилось, которое не показало выигрыша при выполнении даже при расширенной цитаредукции лимфодисекции, если лимфатические узлы не увеличены. Если они увеличены, имеет смысл удаления. Если нет, то они просто не удаляются. Вот это исследование выигрыша не давали. Это только при ранних стадиях мы на сегодня делаем параортальную лимфодисекцию, а здесь это не делается, потому что здесь идёт всё акцент на первичное распространение имплантационное. Аделья Фёдоровна, и маленький вопрос. Лапаротомия или лапароскопия операции? Операция лапаротомия. Лапаротомия. Диагностическая лапароскопия имеет место быть, и мы на сегодня во многих ситуациях начинаем с диагностической именно лапароскопии, чтобы быть уверены или сразу закрыться и идти на адевантную химиотерапию, когда мы видим, что не сделаем оптимальную цитаредукцию, а не оправданно, не делать диагностическую, то есть делать лапаротомию и не сделать оптимальную цитаредукцию. Поэтому диагностическая лапароскопия, здесь лапароскопия только как диагностическая, а там, конечно, открытая. Потому что увлечение иногда приносит, к сожалению, отрицательные результаты. Все слышали, да? Спасибо. Спасибо большое, Адель Фёдоровна. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok